Работаю на сцене со звездами. Так, нет, стоп, это абьюзер, это не абьюзер, ну что ты несешь? Ну это может быть мои какие-то психические отклонения, мы это тоже факт не исключаем. Допустим, евреи очень круто продвигают свои традиционные ценности. Если ты тратишь 10 миллионов, то это миллион. Ну вот, мы приезжаем, встречаемся с Бастой, типа, да он гей. Выбрал меня и сказал, типа, вот этот парень, самый крутой. И очень много денег слил, вот типа, знаешь, там, типа, купить какое-то обучение по арбитражу. При этом ты не куришь там траву. Когда уезжал в Америку, я был вот вообще ноль в этом. Во-первых, привет, рад тебя видеть. Привет. Может ты расскажешь немного, с какой тусовки ты приехал, откуда ты к нам на подкаст залетел? Коммерческая тайна. На самом деле, очень рад тебя видеть. Взаимно. Мы недавно ездили в Геленджик вместе. Да. В общей машине. Да. И у меня сложилось впечатление после поездки, что интересно делиться жизненной позицией тех людей, которые мне нравятся. И вот ты попадаешь в категорию... В круг. Творчество людей, которых я ценю, поэтому пригласил тебя сегодня, наверное, немножечко дам тебе слово представиться. Хочу, чтобы мои гости-друзья представили себя так, как они себя видят, нежели там регалии, эго. Нет, это все отбросим. Вот как ты себя видишь и ощущаешь в этом мире? Ну, во-первых, я считаю себя богом-поцелованным человеком. Кем? Богом-поцелованным человеком. Это уникальное мнение. Ну, это мое личное такое мнение. А куда тебя поцеловал? Будда, то есть ты, получается... Нет, просто богом-поцелованным. Короче, как я себя считаю в этом мире, я не знаю. Мне кажется, я до сих пор еще определяюсь с этим на пути. Ну, в общем, тогда раз ты немножко скромный, я представлю твои регалии. Не надо. Ты Александр Борисюк. Он выиграл краевые и не только чемпионаты России, мира. Александр Борисюк даже был в Америке со своей командой танцевальной, да? Да, да, да. Наступал на шоу «Танцы» второй сезон. Да. А ты все в интернете нашел? Это вот все, что я подготовился. Реально? Разрыв. В течение. На самом деле, я помню тот момент, вот до того, как я еще уехал в Калифорнию пять лет назад. Я помню, как мы с вами тусили, с тобой, с Вовкой, у вас была команда, я помню, что вау, как круто, у меня есть такие творческие друзья, которые там на стиле, все в таких одеждах американских. И вот я тогда еще не был в Америке, а вы уже приезжали и такие, знаешь, какие-то на таких вибрациях, скоростях, да, типа вау, взрыв мозга, че как. Так, вот вспомни, смотри, как вот тебе казалось, ты тогда был, ну, прям реально, вот после шоу «Танцы», после Америки на каком-то таком, наверное, диком состоянии, заряженном. Да нет, мне кажется, это просто было следствие чего-то, следствие какой-то работы, следствие какого-то желания попасть именно, поскольку я занимаюсь танцами, попасть куда-то в эту струю, в эту индустрию и быть здесь. Я танц, очень много именно танцевальных историй, очень много подразделений, это ты можешь там, не знаю, выступать на соревнованиях, ты можешь работать со звездами, ты можешь преподавать детям, можешь работать в театре, можешь судить детский конкурс, ну, короче, вообще миллион этого всего, чем ты можешь заниматься. И хотелось просто попасть в эту струю. На данный момент я занимаюсь тем, что я работаю на сцене со звездами, я ставлю для звезд танцевальные номера постановки, есть большие проекты, там где тоже нужен балет, ставлю там тоже, ну, какие-то большие культмассовые мероприятия, нужно, чтобы люди тоже вышли потанцевали. То есть, как бы, я этим занимаюсь, то есть, это уже работа хореограф называется. Я преподаю детям, то есть, я педагог, и я езжу на детские конкурсы, сужу детские хореографические коллективы, типа. И то есть, я стараюсь в разных областях, это интересно тем, потому что, когда ты сидишь на одном месте, мне становится скучно, и тебе это уже начинает не нравиться, типа, а как ты начинаешь суетиться, и я называю это, короче, активный отдых. Ну, потому что ты в одном месте поработал, например, неделю ты преподавал, потом на выходные ты уехал на гастроли, или еще что-то, или там какой-то у тебя проект, или ты участвуешь в съемке клипа, или еще где-то, и это все интересно. То есть, как бы, такой режим в Москве получается. Вот скажи, вот интересно, а получается, с детьми работа, и то, что ты выходишь на сцену, да, каких-то концертов, работы со звездами, она как-то коррелирует, или вот есть подпитка энергетическая? Не, короче, и там, и там, то есть, работа с детьми, почему мне вообще нравится, мне, короче, мне нравится работа с детьми, это первое. Ну, второе, мне кажется, у меня из детства такой какой-то крючок остался, потому что в детстве я, там, у меня всякие друзья были очень странные. Ну, ты был у меня, короче, в городе, и ты примерно понимаешь, где, примерно, какой среде я вырос, то есть, там, как бы, далеко не с танцами все связана история, и если ты занимаешься танцами, это плохо, и так далее. Но у меня есть старший брат двоюродный, у него друзья, люди, которые провели очень много лет в местах лишения свободы, и они мне говорили, то, что ты занимаешься правильным делом, все останутся здесь, а ты, типа, что-то сделаешь. То есть, да, это они говорили, не мои одноклассники, никто, то есть, мои ребята, да, забей на эти танцы, все, гуляй туда-сюда. То есть, именно вот эти, и, соответственно, были в детстве всякие там истории, но вот именно вот эти люди говорили. — Слушай, ну, у меня тогда вопрос возникает, вот, я действительно был и у тебя дома, и видел, примерно, атмосферу, которая нагнетает немножко. Вот скажи, вот, допустим, ты, когда был мальчиком, и, наверное, может быть, смотрел на ютубе какие-то ролики, вот что тебя подвигло поехать в Москву и вот таким, наверное, коренным образом, да, на 360 градусов поменять локацию, судьбу? — Ну, короче, есть эта самая главная ситуация, короче, это, получается, как дело случая. Есть всякие мастер-классы, мой педагог выезжал на мастер-класс, где приезжали люди с Америки и куда-то за границу. И там один чувак, который жил в Нью-Йорке, его, по-моему, звали Дэвин Пулинс, что-то такое. И он со всего мастер-класса, в который люди туда приехали, человек, там, не знаю, 50-60, выбрал меня и сказал, типа, вот этот парень самый крутой, самый туда-сюда, самый растакой, и, типа, я его, он там вырастет, и я его заберу в Америку. Понятное дело, меня в Америку никто не забрал, но, возможно, если мои родители, как бы, знаешь, типа, разбирались в чем-то, типа, хотя бы у них была почта. — В английском языке для начала. — Ну, хотя бы просто в компьютере, типа, он отставил свою почту туда-сюда, даже у меня-то на тот момент, типа, я особо не шарил, типа, за эту тему. — А сколько тебе лет было? — Это, типа, был девятый класс. Ну, у меня, как бы, вот у меня компьютер появился в девятом классе, мы, типа, с братом сами заработали на это. И он говорил, типа, вот этот чувак, типа, он очень крутой, типа, я его заберу в Америку, у него большое будущее и так далее. И вот эта сама история, она меня, вот, прям, подтолкнула, и я после этого момента понял то, что я хочу развиваться. — Смотри, как круто, да? — Да, вот, типа, вот этот случай только, а, как бы, а там уже на мне, понятное дело, ставили крест, типа, Саша, там, понятное дело, меня хвалили какой-то, но я не хотел, потому что меня этого, как бы, ну, не понимал. И тут этот толчок произошел, и я, как бы, начал вот активно в эту всю историю верить и хотеть переехать в большой город. Но то, что я переехал в большой город, я всегда знал почему-то. — Блин, а вот у тебя, ты когда в Америку поехал, у тебя было желание найти вот этого человека? — Нет, я уже потом забил, и потом к этой ситуации относился так, типа, то, что это, ну, типа, это больше, типа, не поимеется с этой ситуацией, что-то, типа, найти этого чувака, чтобы он меня там в Америку, а, типа, это просто для меня такой толчок, типа, знак просто. — Ну, то есть круто, да, что, во-первых, это, наверное, был человек с другой стороны, да, что его мнение было для тебя какое-то инкульсивное. — Да, типа, для всех, там, куча людей было, для которых его мнение, как бы, значило, это очень круто. И вот поэтому мне нравится заниматься с детьми, зарабатывать. — Это по Фрейду, ты сначала говоришь то, что действительно думаешь. — Да, 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 и заниматься, хочется просто в них вложить какую-то вот эту историю, чтобы они, какое-то желание просто к чему-то стремиться и, как бы, и, как бы, работать над собой. Понятное дело, многие из них не станут какими-то артистами, но хочется вот их, вот у меня крючок, это ты с детства, то, что меня, как бы, вытащили, и хочется в них тоже в это вкладывать. — Красиво, то есть ты, по сути, возвращаешь вот этот долг. — Да, вот я недавно это понял, эту историю, ну и плюс, как бы, когда с детьми, это какая история, их, короче, не обманешь, ты должен быть, как бы, ну... — Делать. — Да, делай, да. — Слушай, это вот, знаешь, на самом деле, я тебя слушаю, тоже у меня в голове синхронизация своих мыслей, то, что, по сути, это задача каждого, да, человек до какого-то своего возраста набирает свои скиллы, и потом, когда он понимает, что всё, теперь я что-то уже вообще умею, знаю, и начинает транслировать. И вот соизмеримо с тем, какое количество, качество и с каким мышлением он это транслирует в мир, в обратку он получает барыши, да, какие-то бенефиты. Соответственно, вот у тебя направление, да, в которое ты выбрал. Ну, я считаю, что ты, типа, очень крутой, талантливый, и в танцах... — Ну, просто других не знаешь. — Я так и не считаю, конечно. — Не, на самом деле, тут же нельзя складывать, что вот есть определённый скилл. Я вот, ну, допустим, в разных странах жил, много людей видел, и вот мне, допустим, в Калифорнии не хватало таких каких-то людей, которые, вот, допустим, ты, я считаю, транслируешь своими движениями, вот тот, кто тебя в жизни видит, ты, типа, не наигрываешь. Мне настолько сейчас, на самом деле, уже скучно и противно смотреть на вот эти все эгоцентричные заявления, там, я там этот, я этот, у меня регалий, а вот ты какой есть, такой есть. Ну, ты вот мне даже однажды сказал, Макс, типа, помнишь, что я сказал? Чувствуй телом. — Да-да-да, типа, будь собой, что-то такое. — Типа, будь собой, это означает, вот ты здесь зажат, здесь, типа, у тебя что-то ты наигрываешь. Вот меня же раздражает это в других, значит, что это во мне есть. — Да, совершенно верно. — А вот я на тебя смотрю, и ты, как будто такая формация свободная, которая, типа, в шход, прямо вот как дуновение ветра, и ты туда, и ты, как будто, ну, типа, лёгкий. — Не взвешивался сегодня с утра, не могу ответить вопрос. — Ну, стандартно, стандартно. — Ну, блин, ну, круто. — Тебе просто есть качество крутое, то, что ты во всех людях находишь общий язык, типа, и, получается, ты видишь вот эту всю историю. То есть ты мог быть хорошим прорабом, получается. — В древнем Египте. — Да. — То есть ты видишь каких-то в людях какие-то истории, и пытаешься их на себя, ну, хотя бы применить, ну, никак это, получается, применить не знаю, а, ну, то, что видишь, это уже круто видеть, тоже здорово. — То есть если, типа, это, как знаешь, такая, я когда маленький был, был такой сериал, где у каждого супергероя была способность своя. Честно, не помню, как он называется, но один чувак был, он убивал другого супергероя, разрезал его мозг, кушал его и, типа, приобретал способность. И я такой, может быть, в детстве завожил себе, вау, если у другого человека есть какая-то суперспособность, я же могу ее на себе применить без съедания головного мозга. — Ну, одно дело увидеть, а вот применить, я не знаю, получается или нет. Как думаешь, у тебя получается? — Применить? — Да. — Ну, вот это зависит от количества времени, проведенного рядом с тобой. — Поэтому мы увидимся не часто, правильно? — Бумажки. — Может, не то передастся. — Не, на самом деле, смотри, я же тоже в обратку тебе какие-то вещи даю. — Да, 100%. Мне кажется, я такой же человек, тоже много людей вижу. Вот мне интересно, допустим, мы вот в машине ехали, и мы разные темы вообще обсуждали. И вот для меня сейчас такая формулировка — узнавать у творческих, у людей разных направлений, как они относятся к другям. На этом мы сделаем точку. Сейчас я еще раз перефразирую. — Бэм, блядь. — Другая, и мы переходим плавно на тайский язык. — Вначале, короче, превью. Короче, давай так, да. Смотри, у меня есть такая маленькая внутри мечта — поговорить с разными людьми с разных направлений. И вот выяснить их мнение по поводу финансовой грамотности, по поводу обычного, ну, денежного образования, которое, я думаю, что мало кто из нас вообще в СССР людей когда-либо получал. То есть, смотри, круто спрашивать у специалистов, у инвестиционных банкиров, управляющих фондами, как инвестировать, и я примерно понимаю, что они разложат очень красиво и грамотно, но ничего не понятно. Вот Вася из Твери, он будет слушать эту вату, и где применительно рычаг, за который он может зацепиться? Я не вижу. А вот, допустим, ты, да, который уже влияет, я считаю, на свое окружение, на свой город, вот откуда ты приехал. Вот если тебя молодые вот те же ребята послушают, смотри, они помимо танцев могут еще какие-то вещи, да, которые ты понял для себя применить. Вот, допустим, как у тебя есть какой-то в месяц заработок, да, вот ты можешь из своего ощущения сказать мне, как бы ты распоряжался финансовым капиталом своим, грамотностью более правильно? Или ты уже все правильно делаешь, допустим? Ну, короче, первое, к теме богатых людей, у меня есть одна, одни знакомые, у них деньги есть тоже в управлении, в банке. И в итоге эти банки ничего не делают, и, типа, просят у них деньги за эту работу, типа, за то, что ничего не происходит. Это первое. То есть, если у тебя есть деньги, как бы не факт, что ты, типа, еще там можешь что-то, ну, это, понимаешь, да? Приумножить. Да, приумножить, да, потому что будут люди, которые, типа, надо за всем быть, наверное, во внимании и так далее. Что касаемо меня, деньги, как бы, я зарабатываю, мне кажется, ну, достаточно, как бы, нормально зарабатываю, но все разлетается, я такой, как бы, я, как бы, не то, чтобы транжира, но и, как я так говорю, типа, вот появится жена, которая мне скажет, Сашенька, вот денежки сюда, туда. Да, да, и, то есть, для меня вот эта финансовая самая такая грамотность получается, да, типа, которая, ну, настоящая, типа, женщина, как говорят, да, мужчина-голова, женщина-шея, типа. И вот, типа, у меня вот такая, типа, есть версия происходящего, но потом ты начинаешь понимать то, что надо куда-то отложить деньги, может быть, зайти, вот, обрушился рынок, надо зайти в Тинькофф инвестиции, купить инвестиции, что я, как бы, сделал, там, может быть, какие-то штуки. И так далее, ну, что пассивный доход, но я к этому все равно не пришел, я очень много в жизни пытался где-то другими историями зарабатывать, и всегда они обрубались, я понял то, что надо зарабатывать, заниматься и зарабатывать тем, то, что тебе просто нравится. Да. И очень много денег слил, вот, типа, знаешь, там, типа, купить какое-то обучение по арбитражу, я купил обучение, дал чуваку, типа, 100 тысяч или сколько, 150, типа, занимался этим? Нет. Потому что не нравится. Потому что мне это не нравится, да, и, типа, ты думаешь, да, сейчас скину бабки там, тыры-пыры, все, нет, и я просто для себя понял то, что я, вот, купил у него очередной раз опыт за вот эти деньги, пускай будет за 100 тысяч, что, типа, мне этим заниматься не нужно, типа, это не твое. И у меня вот таких вот историй много, и не обязательно, наверное, всем людям быть, как бы, богатыми, и, конечно, это здорово, это деньги, это здорово, когда, там, даже у тебя минимально, там, есть, ну, не знаю, квартира, там, еще что-то, да? Первые, да, да, закрыть свои вот эти штуки, но мне кажется, надо просто лучше заниматься, найти, заниматься своим любимым делом, который тебе приносит удовольствие, чем пытаться засунуться в какую-то историю, и, типа, заработать денег, и чем ты не будешь делать, типа. Ну, смотри, я с тобой тут, я с тобой абсолютно согласен. Ну, мне кажется, отошел немножко. Не-не, все правильно, очень, на самом деле, интересная мысль, потому что, ну, у меня, допустим, тоже есть какие-то видения, то, что, если человек продает тебе какую-то структуру, там, за 100 тысяч ты, говоришь, купил, и он не берет ответственность, то, что, вау, а реально будет ли человек этим заниматься, это первое, второе, а если у него действительно логическое мышление, или, там, предпринимательское мышление, или тупо математический базис, ну, то есть, складывать цифры, да, и как-то думать в этом направлении, и если нет, ну, наверное, в голове у него ответственность, а реально, ну, типа, я хочу, хорошо, что, какое намерение он в это вкладывает, поэтому для меня, типа, я считаю, что такой, вот, допустим, на каждом уровне есть люди, которые деньги свои зарабатывают, а что с ними дальше делать, если ты честен с собой, а мне нравится, что ты честен с собой, то ты, наверное, скажешь, вот, у меня есть какой-то излишек, который я могу передать профессионалу, это будет либо банк, да, где банк тебе предложит маленькие проценты, да, но к этому надо прийти, короче, либо какой-то человек, твой друг, которому ты реально доверяешь, да, потому что смотришь, вот он банкир, и вот он зарабатывает, или он, там, допустим, инвестиционный советник, он зарабатывает на том, что дает консультации, либо берет деньги под управление, и, там, 100 тысяч твоего капитала сохраненного сделает в 200 тысяч, или в 300, да, в зависимости от того, как ты договоришься, потому что точно ты, допустим, это не сделаешь, потому что тебе тупо не нравится, и у тебя нет компетенции, но смотри, чем раньше ты начинаешь этот опцион обсуждать с собой, или со своими детьми, потому что со мной папа это не обсуждал, в университете там, ну, ты, допустим... Со мной тоже ничего не обсуждали. То есть у меня в голове сложилась такая, знаешь, мысль, типа, вау, а как вот обычным таким людям, да, как вот мы с тобой, как вот наши друзья, как вообще начать, в какой момент, ну, мы должны понять, что, блин, я хочу реально заниматься любимым делом, но не всегда любимое дело, вот, в нужный момент может дать нам стабильность закрыть, там, квартиру, машину, женщину свою, да, какие-то потребности базовые, то есть, ну, я считаю, то, что мы почему-то в университете, в школе получаем химию, литературу, географию, а не получаем финансовую грамотность, и я считаю важно, ну, вот, в таких каких-то наших разговорах между собой и потом с детьми просто об этом говорить, какие есть опции, какие вообще опции есть, куда, ну, инвестировать, куда, типа, оборачивать, главная сдача 1 рубль обернуть в 2 рубля, а если ты научился это делать, то дальше уже легче. Ну, вообще, получается, как бы все просто, ну, во-первых, надо, ну, постараться найти свое любимое дело, им заниматься, и параллельно с этим нужно чуть-чуть развиваться, смотреть, что вокруг, типа, происходит, общаться с новыми людьми, общаться с это, и тогда у тебя как-то начинает вот выстраиваться, вот у меня так начинает выстраиваться, типа, история, то, что можно вот так, можно вот так, и вот это классно. Ну, еще самый главный фактор вообще во всем, 4 буквы, начинается на L, заканчивается на мягкий знак, это совершенно верно, Максим, вы рассказали, кроссворд, и лень, не, это лень, которая, да, тебе, типа, кажется, туда, нет, туда, сюда, ну, и страх, мне кажется, потому что у меня тоже там всякие истории разные были, потом эти истории оказывались большими долгами, ну, это я называю опыт, да, и потом ты потом начинаешь, типа, не хочешь эти долги отдавать, потом ты приходишь к тому, что ты эти долги начинаешь отдавать, потом ты отдаешь, потом ты как-то развиваешься, и куда-то уже начинаешь еще какую-то историю втихиваться, главное, чтобы эта история потом тебе начала приносить денежку. Короче, мне кажется, надо вот, сам мне кажется, главное, это развитие. развитие постоянно да ну типа она может быть разного вообще-то даже в инстаграме можешь увидеть типа что-то такое и это у тебя останется вот люди так заработать такой буш на эту тему думать прикольно нет супер круто супер круто что вот вещь мы можем хотя бы об этом поговорить интересно мне лично узнать вот твое мнение я вообще рад что ты осознан по этому поводу что ты уже пытался и пробовал да 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 типа конечно может быть там одна попытка 10 попыток но когда то этот успех будет зависимости от еще скажи мне про твое окружение вот допустим ты в сфере танцев ты со звездами танцуешь есть у тебя какие-то ролевые модели среди друзей среди коллег или или артистов с которыми ты работаешь вот как они реально ну очень правильно выстроили финансовую модель свою денежную интересно блины не знаю во первых самое в чем еще убежден то что каждый человек опять отхожу от немножко темы то что каждый человек достоин места под солнцем вот я и каждому человеку к за его успехами я типа говорю круто молодец прямо кого-то чтобы я равнялся может быть нет а просто радуюсь за что-то типа больше в таком ключе вот стараюсь больше на все это позитивно смотреть чем типа мне кажется я просто не пришел именно вот именно к самой финансовой грамотности я просто типа ты просто пока раскачал такую просто пока я пока раскачал базисную историю типа вот и мне кажется все время как бы немножко на этапе кого ты знаешь там типа вот это периодами происходит несмотря на то должно быть уже как бы знаешь более фундаментальные у меня как бы мысли но они и они какие-то очень плавучие и мне кажется это потому что я всегда считал что у меня развитие немножко запоздали чем у других почему-то я прихожу к вещам попозже свое время хорошая позиция и это на самом деле возможно за уши притянуто в россии потому что вот в америке общаешься с такого ну 30 35 лет ребятами и они типа вообще ну даже об этом не задумываются у них там свадьба после 35 они типа максимально пытаются в себя инвестировать понять вообще что ты тоже не просто даже что ты хочешь жизни и дальше вот уже когда вот эти все потребности закрыты в 35 начинают осознанно к 45 выстраивать свою семью жизненная кредо финансовую грамотность иначе я получается живу по американской эти вот этот человек который хотят тебя в америку забрать был прав он почувствовал у нас вайп типа ну вот типа получается у меня по-другому чуть-чуть не круто на самом деле вообще основная задача не быть да там как сказать финансово образованным или богатым основная задача вот это транслировать состояние легкости и счастья у меня есть татуировка да вот allow yourself to have это типа позволь себе иметь и вот можешь продолжить то что ты думаешь позволить себе иметь имя какой-то девушки симпатичное написать отлично ну типа вот можно написать деньги да позволь себе иметь вот что ты себе не позволяешь иметь на мой взгляд состояние не знаю что позволить себе иметь ты не знаю это все она позволит себе мне кажется что если у тебя счастье вот это самое как с главной истории и вот я его достаточно часто испытываю ощущение вот я например где-то иду по городу и мне кайф и теперь как бы становится как бы вообще независимо от чего да да типа вот и я типа вот от этого это мне кажется супер и ты уже там за какие-то проблемки ты уже забиваешься бы да ладно все будет класс при этом ты не куришь там траву травой не курю да мне не очень нравится от нее после вкусе после вкусе да то есть я стараюсь и последнее время вот я больше переживу перехожу зож не замешал больше полтора месяца почти около двух месяцев без 10 дней когда я перестал употреблять алкоголь и и алкоголь окей это можно тебя поздравить да 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 и не на мне просто один момент перехотелось и вот как бы с чистой головой как бы пытаюсь смотреть на вещи посмотрим что будет дальше это может быть сейчас ну и вот и ты говоришь то что финансовая грамотность а как ты к ней пришел то есть я к ней получается я к ней не пришел может я прихожу кстати слушая нам тоже не могу так сказать что я прям вот в в ней мастер да или какой-то эксперт но меня что реально триггерит то я хочу нести в массы я вот почувствовал на данный момент что у нас плюс-минус одного уровня проблемы у всех ну вот моих друзей моих коллег то что есть действительно большие инструменты в разных отраслях это может быть депозитарные расписки облигации крипто движимое недвижимое имущество просто инвестиции в которые ты вкладываешь раз но еще и экспертность людей с которыми ты можешь работать и доверять это не все так просто но это интересно и в силу в силу вот моего такого пыткового ума мне хочется узнаешь вот посмотреть пап на этот на этот предмет с разных углов вот твоего угла интересно посмотреть ты сегодня мне наш так приоткрыл да как вот человек который тотально в индустрии творчества все равно до касается это необходимая вещь не знаю я когда уезжал в америку я был вот вообще ноль в этом абсолютно ноль но какая-то американская капиталистический уклад общества сформировал во мне там понимание как что такое кредитные карты как их выстраивать как типа смотреть на свою финансовую сторону в долгосрок потому что чем больше я выплачиваю какие-то свои обязательства тем больше у меня связь банками тем у меня больше кредит скоро растет на этот кредит скоро я потом могу опираться как на инструмент который позволит мне машину взять квартиру взять и то есть в долгосрок на 5-10 лет я уже начал думать вау а это не так что вот я сейчас в этом этот месяц закрыл вот как-то прожил какая-то уже планируемость ну и что важно но приехав сюда я понял что тут уже это начинается тут есть уже кредитные карты конечно все это немножко по-другому работает но в целом очень круто и классно что потенциал огромный потенциал в плане сейчас этого пока не так много но вектор в который мы можем его развивать большой и пространство много то есть бери и делай бери и узнавай общайся и делай какие-то практически выводы ну исходя из твоих слов можно сказать типа то что типа нужно учиться уметь ждать типа как бы вот и в инвестировании термения золота терпение типа вот ждать вот этого я к этому потихоньку сейчас прихожу я не могу я не хочешь здесь сейчас но вот потихоньку ты начинаешь приходить тому что типа вот даже вот открытная карта если у тебя например появилась кредитная карта ты и там упала как-то пользуешься ей вполне оплачиваешь срок тебя потом банк может ты для банка становишься кем-то клиентам хорошим которые до порядочные потом он тебе может выдать например кредит потом ты с этим кредитом а потом те могут и дать ипотеку там или еще что-то или какие-то нужды то есть как бы уметь уметь так ждать и как-то простраивать свою короче историю но даже смотри вот интересный вопрос математически да вот есть обычная карта дебетовая тинькофф на премиум есть тинькофф драйв это кредитка вот тинькофф драйв даете 10 процентов кэшбэка с заправок и с таких вещей типа m11 оплачиваемых автотрасс надо и типа ну когда ты пользуешься платной дорогой и в целом я вот заметил что допустим ты тратишь 100 тысяч рублей с этой кредитки и 10000 10000 это 10 процентов ты с ней возвращаешь как бы вроде 10 тысяч такая не очень дозначимая сумма но ты представь процентах если ты тратишь 10 миллионов то это миллион то есть важно процент то есть важно обращать какую часть из этого ресурса ты можешь обратно себе вернуть а если ты все записываешь все планируешь на долго срок ну типа либо это занимается какой-то твой там менеджер или аккаунтер ты 10 процентов с одной карточки экономишь это очень много ну типа круто да короче цифры too much потому что ты творческий человек не а типа не вообще окей все все же считают же идешь магазин там не знаю у тебя там на карте 10000 ты же понимаешь тебе надо купить там на тысячу и там тысячу там еще на какую дорогу не все равно с цифрами же сталкиваемся просто каком мне кажется каждый человек к этому ко всему приходит ну рано или поздно нельзя как бы полностью как хиппи там например ну может есть такие не знаю мне кажется все индивидуально потому что мы с тобой разговаривали когда-то ты хочешь уже транслировать свое продолжение вещи которые тебе типа не нравится в себе или или и или жизненные там какие-то позиции ты уже в себе начинаешь изменять чтобы ребенок да или чтобы дети уже смотрели на тебя и это впитывали ну поэтому поэтому важно важно адекватность мне кажется вообще быть адекватным просто вообще и смотреть адекватно на вещи и тогда как-то ты будешь это разбираться где кажется мне кажется важно класс скажи дневник ведешь нет вообще не пару раз пробовал что не получилось нет но пуша и ленивый человек окей ну мне очень сложно себя заставить а то есть ко всему очень долго прихожу например я там понимаю то что примеру пить алкоголь это вредно то есть я как-то понимаю 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 я это понимаю но это пью 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 и вот потом мне может быть в один момент прийти так раз и типа я не пью тип и вот так же с другими например я там знаю то что например надо утром проснуться и например делать заниматься английским например саму открыть хотя в ю тубе очень много всего просто повторять за человеком хотя бы так вот я например прихожу прихожу ну пока у меня так это происходит то есть очень лень и очень сильно поэтому лень она очень сильно мне кажется одолевает порой. Очень сложно. А вот те люди, которые над собой превозмозгли, это очень круто. Ну слушай, а... Хотя я могу находиться один. Вот мне одному очень комфортно. А вот что-то еще делать при этом, получается, мне одному кайфовать. То есть такой гигиенистический взгляд на жизнь. Да, но еще классно себя чему-то заставлять. Мне кажется, это тоже очень круто. Ну тогда, наверное, есть результат какой-то. Не, ну смотри, то, что ты уже достиг результатов в своем умении, то, что ты уже в индустрии, тебя знают, ты узнаваем. А вот это тоже такой момент. Ты же как-то достиг этого. Вот для кого-то, вот для меня это как бы не результат, потому что, как говорили в детстве, на каждого крутого найдется еще два крутого. Это понятно. Есть люди гораздо, которые достигли каких-то результатов, но для людей, например, для каких-то вот тех же моих там, не знаю, знакомых с Генеджика, да, или еще откуда-то. Ну для простых людей, может быть, которые посмотрят это видео, для них, понятное дело, я достиг. Вот это такой важный момент. То есть типа я не считаю то, что я чего-то достиг. Интересно. То есть нужно еще всегда в голове додержать какую-то новую планку, чтобы двигаться. Новую планку? Ну и главное, чтобы тебя это типа не тянуло вниз, типа. Понял? Типа ты такой, а, ну все, типа. Так и будет. Закончили. Да, да, типа конец. Ну это мне кажется тоже очень важный момент. Прикольно. А скажи, есть вот, допустим, сейчас YouTube, я вот захожу на YouTube, тебе вообще нравится, как вот развивается, какие ролики ты смотришь, вот как вот пространство YouTube? Короче, раньше мне YouTube, типа, я прям очень заходил, смотрел, прям там все эти видео, а сейчас, когда, например, ты видишь на ролике надпись какую-то, типа, она очень завлекающая, ты типа нажимаешь, смотришь, заканчиваешь просмотр, ничего не понимаешь, идешь дальше. И ты такой думаешь, что-то не очень. И ты так пару раз посмотрел, потом ты уже начинаешь думать, смотреть ли тебе дальше ролики. А потом, когда ты видишь там ролик, например, час, тебе вообще не хочется смотреть, и ты идешь дальше. И ты на YouTube, там, не знаю, какие-то просто развлекательные какие-то шоу смотришь, и все, типа. Ну это лично у меня сейчас именно почему-то такая позиция. Как будто бы сейчас не охота впитывать что-то. Потому что очень много, мне кажется, какого-то такого навязчивого контента, который тебя учит. Да, типа, он умный, но и в то же время ты как будто бы вода, такая история, мне кажется. Знаешь, иногда хочется просто перестать познавать, учиться, а просто жить. Да, вот. Ты с этим согласен. У меня именно как-то так вот получается. Хотя раньше я мне очень YouTube, типа, заходил. Какой-то момент, да. Да, ну всякие вот эти, если про бизнес какую-то эту историю. А есть у тебя, допустим, подкасты любимые, вот какие-то ролевая модель, вот как бы ты, вот что бы ни выходило, ты бы все равно вот обращал внимание. Вот, вот этот интервьюер или вот этот там учитель, какой-то, может, он курс ведет, который ты вот все время мониторишь. Не знаю, вот раньше у меня такое было, а сейчас нет. Вот я раньше подкаст смотрел, блин, забыл, как он называется. Там чувак такой в очках, блин. Лекс Фридман. Нет, наверное, другой. Да. У него разные интересные, я забыл, как он называется. Ну и бог с ним. Поцеловал тоже, похоже. Да. Ну нет, вот раньше почему-то я мониторил. План делал себе Дудя, Собчак, еще что-то. Но больше интереснее посмотреть, потому что как бы именно в звездной, типа в шоу-бизнесе истории людей, которые, да, там какие-то актеры, певцы, которые добились, на них интересно посмотреть, потому что я себя считаю звездой, и которая, вот я, типа, у меня внутри ощущение то, что я стану очень знаменитым популярным человеком. Это круто. Да, у меня почему-то такое ощущение внутри, но у меня один астролог сказал, что ты был в прошлой жизни таким человеком, и ты, типа, пришел в этот мир, и ты не понимаешь, где это, типа, вот все то, что у тебя, типа, было. Может быть, это просто ощущение прошлой жизни. Я так и помру ни с чем. Давай через 30 лет встретимся и посмотрим. Вообще, я только за. Как это все, да? Как это одна моя знакомая подошла к моему другу и говорит, если Саша продолжит такой образ жизни, типа, там, тусить, там, туда-сюда, то в 40 лет он умрет, мне это сказала гадалка. Это просто такой разрыв. Поэтому давай лучше через 10. Давай, давай, добро, добро. Следующий подкаст через 10 лет. Да, да, мало ли. Окей, смотри, а вот интересно, знаешь, что я сейчас что заметил? Вот я, допустим, общался много с ребятами, которые, там, типа, блогеры топовые, там, очень много у них подписчиков, какая-то слава. Вот странно то, что человек в Инстаграме и в Ютубе совершенно другой, нежели вот в реальной жизни. Потому что, вот, допустим, к примеру, есть внутреннее ощущение, что с какими-то людьми я просто хочу тупо вот сейчас как с тобой поговорить. То есть у нас сейчас какой-то некий такой просто душевный разговор, даже если мы затрагиваем тему финансов или еще каких-то важных вещей. Какое-то душевное соединение. Да, есть такое. А вот с какими-то блогерами, это причем, типа, они могут быть очень популярными, там, или они могут быть очень, там, экспертами в своей среде. Мне тупо не хочется вот так посидеть или вообще просто пройтись, потому что, ну, вот, нету импульса. Ну, мне кажется, в какой-то момент, ну, во-первых, блогеры, это какой-то, может быть, еще у них, как бы, образ по законам такого-то шоу-бизнеса, чтобы быть, ну, они какой-то выбрали образ, и этот образ стрельнул, и они, как бы, в нем и работают. Но на жизни они, например, другие люди. Это первое. А второе, может быть, мы, видя человека, который добился какого-то результата, и нам он, как бы, становится неприятен, типа, еще что-то, может быть, это уже наши какие-то, знаешь, мы сами себя накручиваем на человека какие-то истории. Может быть, это как... Возможно, нет, но тут я, знаешь, больше о другом, то, что, вот, типа, я, как бы, понимаю, что человек имеет какой-то масштаб, что у него какая-то, там, давление социальное, и, типа, я, как бы, внутри оправдываю, что я должен с ним пойти встретиться, поговорить, там, покушать, но я не хочу. Ну, да, это вот накручиваешь, получается, типа, себе. Ты уже перед этим человеком начинаешь, как бы, из-за его масштаба какого-то успеха, ты начинаешь уже перед ним, как бы, чуть-чуть заискивать. Так, а вопрос, интересно, почему? Вот у тебя есть такие люди, вот, интересно? Ну, на самом деле, я за собой замечал то, что, например, вот, даже с тобой мы, как бы, просто общаемся, типа, а вот, типа, с людьми, которые, типа, имеют какой-то результат... Вес. Да, вес, который говорит, вес. Как ты с собой сегодня принёс, я отказался. Вот. И мы почему-то, ты сам начинаешь этого не замечать, но ты сам начинаешь, как бы, немножко, как бы, такое, знаешь, сковываться, зажиматься, и я не знаю, почему так работает. Это значит, как-то вот, или с собой надо разбираться, или ещё что-то, кстати. А вот, может быть, именно поэтому, то есть, вот это ощущение, когда я искренне, кто я есть, меняюсь, и меня это напрягает. Вот вопрос, я же понимаю, что я меняюсь. Да. И я, типа, не хочу этого. Может быть, поэтому даже не хочется с ними встречаться, потому что это как-то непроизвольным образом происходит. Ну да, ну вообще, я себя очень часто такое замечал, ты, типа, это, и начинаешь себя как-то сразу очень странно вести, или наоборот, как бы, грубо, или наоборот, замыкаешься. Странная история. Не принимаешь. Да, не принимаешь. Это у меня была встреча, я фанат Басты, и у меня такое случилось. Типа, я с детства прям слушал Басту, и всё. И тут однажды мне мой знакомый звонит, режиссёр, он говорит, типа, вот, там Баст снимает клип, надо поставить хореографию. Ты как, можешь? Я говорю, да, могу, типа, круто. И все мои друзья, кто об этом знали, то, что, типа, я с детства слушал Басту, все так обрадовались после уже этой съёмки клипа. Ну вот, мы приезжаем, встречаемся с Бастой, типа, казалось бы, да, это человек, типа, ну, мой кумир, который, типа, ну, прям реально мне, типа, нравится музыка, всё, типа, как человек вообще, его взгляд на жизнь и прочее. Супер. И, типа, он там что-то прикалывается, пытается что-то показать, типа, я так умею, я так умею, типа, а я из-за того, что, типа, вот, как бы такой человек, я на него начал более агрессивно. И я там, знаешь, типа, на него, типа, как бы, такое отношение, типа, как будто забиваю, типа, отойди, типа, не мешай, типа. И он такой говорит, меня так ещё никто к ним не опускал, типа, мне сразу же. Ну, вот это вот странная история, я не знаю, почему так происходит, это надо, чтобы люди профессионалы на это отвечали. Ну, да. Ну, хорошо, что мы это замечаем. Да. Вот это самый первый, почему вот у нас канал, да, называется «Мастерская души». Да. Я вот почему вообще решил, и ты, кстати, первый двоих вот этого нового направления, разговоры по душам. Да. Потому что, вот, истинный фактор, когда ты действительно без лжи, без предательства себя хочешь получить энергию, хочешь что-то как-то обменяться какими-то там флюидами, вибрациями. Ты, ты на самом деле получаешь вот эту самую ценную валюту, энергию и меняешь вот в правильном соотношении энергию на время, да, вот в нашем случае. Разговоры по душам. А когда, типа, ты себя заставляешь ради какой-то мнимой цели, мы же по сути все вряд ли, типа, точно можем искренне сказать, вот я это делаю специально для того. Мне это внутри не нравится, но мы начинаем логическим мозгом оправдывать. Ну, потому что он вдруг меня где-то там поможет, где-то я у него попрошу что-то. Корысть. Ну, типа, да, а типа, вот реально по душам это всегда, что вот я... Так не работает, да. Представляешь? Типа, разговоры по душам умерли на YouTube, поэтому надо их возобновлять. Поэтому говорят, а давай бескорыстно тебе вернется. Я тоже это использую. И нас, и наш один обществ, это будет товарищ, друг, так считает. И я надеюсь, ему вернется, как бы это. Пока у него не очень. Ну, на самом деле, уже пошли какие-то шаги. Может его пригласить тоже? Не, просто можно вставку какую-то сделать. Это он. Да, и все, с него хватит. Пускай разбирается. То есть, когда растет сначала, пусть корыстные вещи начнет делать, да, бескорыстные. Ну, он, например, тот человек, который вот для меня, он очень один из добрых человек. Хотя я для себя однажды так себе сказал, то, что я хочу, чтобы вокруг меня были добрые люди, честные люди. И так вот именно мое окружение, с кем я общаюсь, именно плотно, и ты в него входишь, кстати. Хотя ты приехал, да, там, ты, типа, был в Штатах, кто сюда, но вот, типа, и все равно оно как-то зацепилось, типа. Потому что тебе идет какой-то посыл, да, энергия от меня, и ты его, как бы, тоже принимаешь и отдаешь обратно. И это здорово. И я себе однажды сказал то, что хочу, чтобы вокруг меня окружали добрые, честные люди. И так и происходит. Большинство, с кем я близко общаюсь, это добрые, честные люди. Класс. И я считаю, это прям богатство. Ну, смотри, видишь, ты постулируешь вещи, которые когда-то вот записал у себя в голове. Да, да, да. И я считаю, вот дневник, да, который важно вести. Вот мое видение, ну, хотя, может быть, мне просто он необходим. Да. У меня есть такая мысль, что вот, если у меня есть дневник, ты можешь открыть любую страничку, прочитать одно предложение, и мы можем его обсудить. Давай. Если в следующий раз там у тебя будет дневник, ты, типа, можешь принести и то же самое сделать. Давай я тебе его передам. Вот просто намерение какое-то создай и открой. Угу. А зачем здесь фото Анны Семеновича? Ну, это личное. Понял. Personal information. Нет, ты не выбирай. Ты просто вот так открой и ткни пальцем. Да, он типа, о, реально много заполнено. Сейчас, сейчас. Вау. Как же я попал в шок. Ну-ка. Называется воля. Все в наших руках. Очень важно, что мужчина говорит и, блин, я не понимаю. И делает, наверное. Наверное, делает то, что он делает. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Валерий Кинь, я прям туда пальцем попал в воля и вот сразу. Все в моих руках. Очень важно, что мужчина говорит и затем, что он делает. То, что он дарит, это продолжение. То, что он говорит и делает. То есть... Вот как же, вот мы на это сейчас общались. Это продолжение. Это просто... Не, ну просто воля, да, это какая-то, когда ты проявляешь какую-то свою дисциплину. Когда ты идешь по своему пути. И то же самое воля сказать честно. Это же, вот смотри. Я очень изучал, когда был в Майами, древних словен. У меня, кстати, очень крутая мысль сейчас возникла буквально недавно. Спрошу тебя по этому поводу. И древние словени, они имели суперкрутую традиционную какую-то мудрость. Там буквицу, да, 7 на 7. Азь, ессим, дух. И вот когда мы из состояния духа что-то делаем, ну типа не тело наше, потому что тело чувствует боль, тело слабое, болеет, стареет. А дух, то есть непобедимый, так всеобъемлющий дух, тогда мы, получается, разве дух может себе врать? Разве дух может бояться, что его кто-то там осудит? Вот если мы из состояния духа твердого говорим, то мы, по сути, и типа олицетворяем себя с теми, что вау, я могу все, я могучий или всемогучий. Соответственно, вот такая мысль, смотри, я до того, как уехал, ходил в Кабала-центр сюда, ну и в Лос-Анджелесе ходил, тут ходил, вот когда приехал. Мне очень нравится позиция того, что, допустим, евреи очень круто продвигают свои традиционные ценности. У них есть там Тора, у них есть иврит, арамейский язык какой-то, ну более древний, они знают многие и современные, и древние, и очень круто, как будто, знаешь, продвигают его в массы. Ну типа это круто, потому что там есть классные методологии, типа соблюдать шаббат, почему это плюсы, какие в этом. Я такой думаю, блин, а у древних славян, ну вот вся вот эта древняя культура, где, почему между нами, вот я, допустим, не знаю, чтобы русские продвигали там какую-то свою традиционную методологию жизни. Я не говорю, что ей нужно придерживаться и вот в этом современном мире ее везде топить и исследовать. Но как минимум, то, что я сейчас, допустим, узнал, это меня внутри прям вскрыло, я такой думаю, как с финансовой грамотностью. А почему наши вот деды, папы, ну вообще, ну наше вот русскоязычное там типа сообщество не продвигает, я даже не говорю в церкви, что это должно делать, хотя, допустим, церковь тоже может какие-то такие вещи расширять. Вот как ты считаешь? Ой, почему не продвигает? Интересно. Ну, может быть, потому что много, это первое. А вот именно касаемо воли и духа, не знаю, мне кажется, это еще можно трактовать по-разному. У кого-то это воля и дух, типа, вот именно ты один, и ты можешь, например, утром проснуться рано, у тебя хватает воли. А вот, например, у меня воли и духа хватит, чтобы, например, защитить своего друга, например, или свою семью. То есть у меня, например, не хватит воли и духа проснуться. Ну, типа, заставить себя, да? То есть именно, понятное дело, то есть проснуться сегодня, приехать на попкаст, у меня хватит духа. Мы уже это выяснили. Да-да-да-да. А вот, типа, ну просто, например, нужно заниматься там спортом, там, типа, да? Ну, как-то, ну, мне кажется, так размыто. А вот, например, точно я знаю то, То, что вот если кого-то из своих, потому что я считаю, люди, которые меня окружают, это, типа, мое богатство. И вот их защитить у меня почему-то, он прям почему-то как бы это. Но это, может быть, мои какие-то психические отклонения, мы это тоже факт не исключаем. Детские травмы? Да, может быть, да. Еще вот интересный вопрос. Ты как раз моего возраста, и мы, наверное, с тобой об этом еще не говорили. И вот я сейчас стал наблюдать, особенно в России, да, то, что чуть младше нас поколение, там, 15-25 лет, очень-очень зациклено на психологии, на каких-то, ну, вот везде стало очень много психологов, каких-то, знаешь, слов, которые, типа, там, абьюзер и так далее. Я реально их не знал. Типа, я приехал сюда, и я удивился вот этому засилию каких-то, ну, я считаю новых для меня слов, и я не вижу применительный вектор. Потому что вот раньше, допустим, мне, типа, просто я помню бабушку, она работала, работала, работала и была счастливой. Вот скажи моей бабушке, так, нет, стоп, это абьюзер, это не абьюзер, ну, что ты несешь без какого-то негативного, да, какого-то вектора. Вопрос, как ты считаешь, это люди пытаются закрыть какую-то свою пустоту или для чего вот молодое поколение следующее, это проблема Тургенева от своих детей всегда будет, для чего они так вот психологически давят, как ты считаешь? — Мне кажется, это они просто придумывают какие-то, короче, пустые просто какие-то надуманные истории, то есть, а под этим ничего такого основного, какого-то человеческих именно понятий нету. То есть, они могут говорить, типа, это мой друг, это не друг, но на деле этого не будет. И мне кажется, это пустая какая-то надуманная, типа, вот какой-то воздушный шар, больше, чем на самом деле это есть. — На поверхности. — Да, это все на поверхности, типа, и в этом нету какого-то фундаментального, основного, типа. если понимаю что человеку говорю ты мой друг то значит я там должен ну как бы делом доказывать они могут сказать это мой друг но нет на деле как бы это не будет я вот очень много заметил еще молодежь заметил у них теряется грань уважения к старшим да они легко как бы могут типа мне кажется вот как бы я тоже там в школе себя как бы каким бы я не был там туда-сюда но такого прям жесткого не было сейчас у них прям типа неспокойно могут ну знаешь вот фундаментал последний вот по поводу этого всего можно вот подытожить так вот когда мы допустим были маленькие да у нас не было финансов у нас не было ресурсов и чтобы там что-то покушать нужно было пойти эти ресурсы добыть вот реально либо там собрать малину либо заработать попросить у кого-то денег если в семье не было и ты типа ценил вот эти сухарики за 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 пять рублей вот эти какие-то мороженое то что там я помню оно стоило там три рубля но это типа копейки но даже вот эти копейки нам не давались ему типа привыкли что-то делать чтобы их получить и то есть и у меня сейчас вот в голове я должен сделать какое-то действие чтобы получить результат а вот у этого поколения более-менее все спокойно как бы нет каких-то стрессовых ситуаций когда они росли их не было и как бы у них типа уже другая структура денег в голове типа ну кто-то дал там как-то легче их получить и у них вот это вот поснял видео и типа тикток да вот эти вот все блогер просто снимаешь типа кайфуешь вот эти деньги ну представляешь то есть по сути у них есть возможность вместо того чтобы делать просто сидеть и думать так а в чем психологические там вина моя или его или или нас то есть много думать и мало делать у нас наоборот тоже крайность много делать мало думать но где-то наверное истина в балансе ну да александр я счастлив что ты стал первым гостем моего нового направления это счастлив это сама вселенная как видишь она второй раз даже показал воля все дела если бы если мы встретились другое время да это было бы не так на самом деле круто я бы чаще встречался именно вот в таком формате потому что но те вещи которые мы накапливаем за полгода за там три месяца ты путешествуешь на вы типа набираемся расширяемся обмениваясь ими типа классно их транслировать но вот своими говоря словами детей публику да и да это очень круто кстати это тоже для кого-то может быть вот если мы прикинь мы с тобой взяли и 3 каждый месяц встречались вот для меня был бы это типа наоборот типа я должен стать лучше за три месяца вот кстати интересно а для кого-то может быть это по-другому то для меня бы точно было потому что надеюсь это хотя бы кому-то кроме не знаю моей и твоей маме будет интересно наши мысли на нашему другу общем да 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 и нашему другу общего три просмотра но как будет как-то так ну именно для меня это было бы да да я тебя благодарю это тоже благодарю на самом деле очень быстро прошло и удивлен вообще кайф да макс ты меня удивляешь толстяком время летит незаметно бау деньги брызги два ствола мне тоже кажется очень круто я удивлен на самом деле я за я зарядился